Книга притчей, 24 глава. Я прочту, а потом скажу, о чем буду говорить. Читаю с 3 стиха. Книга притчей, 24 глава, с 3 стиха. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. И сумеем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Братья и сестры, я имею намерение проповедовать о мудрости. О строительстве дома почти не буду говорить. Только вначале объясню, почему именно этот текст я прочел. Потому что о мудрости очень много текстов разных. Если бы можно было дать заголовок моей проповеди, и сегодняшней, и завтрашней, то, наверное, я бы дал название такое. Главная мудрость. Это написано в книге притчей, 4 глава. Там написано примерно так. «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Если ты найдешь ее, то она будет тебя охранять, она будет тебя оберегать, она возвысит тебя, и она даст тебе прекрасный венец». Ну вот что-то так. И написано, потому что главное – мудрость. Друзья, ну я вам скажу, почему я все-таки решил остановиться на этой теме. Написано, мудрые вошли, и двери затворились. Конечно же, я интересовался еще до приезда сюда, какая будет тема общения. Мне сказали, что тема будет о нашей готовности к встрече с Господом, вот, о последнем времени. И поэтому я так решил. Написано, главное – мудрость. Хотя, вы знаете, друзья, ну я одно время думал, почему мудрость – это главное. Кажется, вера, можно было бы сказать, вера, главное. Или любовь, написано, так поступай, будешь жить. В смысле, люби Бога и ближнего. Но, безусловно, друзья, я вижу, что мудрость очень важна в разных-разных вопросах. Ну, например, мудростью устрояется дом. Вот это та мыс, которой я о доме скажу, и все. Друзья, вообще, мы с вами являемся домостроителями Божьими. Домостроитель – это тот, кто строит дом. Многие из нас домостроители буквально дома строят. Я знаю, что Харьков славится, вернее, может, не сам город Харьков, наверное, Мерефа и округа. Строитель. Здесь профессиональные строители. Они даже иногда нам помогают. Когда у нас какой-нибудь очень сложный объект, то находятся смельчаки, звонят Павлу Николаевичу, и отсюда едут люди, и очень быстро делают. Строят профессионально и качественно, и хорошо, и быстро. Друзья, но не об этом речь. Мы с вами строим дом духовный. О чем идет речь? О том, что написано «Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Наша личная жизнь – это дом духовный. Я сам, и ты тоже. Друзья, вы будете здесь, вот я понимаю, молодежное общение, хотя не молодежи много у вас бывает. Мне сказали, здесь не разбираются общения молодежные. Нет, все едут. Тем не менее, большинство я вижу молодежи. Друзья, мы будем создавать семью. Семья – это тоже дом духовный. Написано «Я и дом мой будем служить Господу», пишет Иисус Навин, сказал так. Он не сказал «Я и моя семья», но он сказал «Я и дом мой». Но всем понятно, что речь идет о семье. Апостол Павел пишет, что он крестил Стефанов дом. В смысле, семью крестил. Друзья, Церковь Божия – это тоже дом духовный. Написано «Если замедлю, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого». Поэтому поместная Церковь, и не только поместная, это тоже дом духовный, в котором мы работаем, который мы строим. Братья и сестры, и от того, как мы строим, вернее, качество строительства и результат строительства зависит от одного важного качества – мудрости. Я поясню, друзья. Апостол Павел пишет, «Я, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем». И поэтому мудрость нужна, когда основание закладывается. Если плохо будет заложено, потом результат строительства может быть очень плохой. И последующая работа – тоже нужна мудрость. И для служения в Церкви тоже нужна мудрость. Когда избирали дьяконов, написано, «Изберите из среды себя семь человек, исполненных Святого Духа и мудрости». Чтобы быть дьяконом, нужна мудрость. Чтобы быть благовестником или пресвитером. Чтобы выполнять любую работу в Церкви, братья и сестры, любую работу в Церкви, нужна мудрость. Когда строилась кинья собрания, ну вот если бы я задал вопрос, кто строил кинью собрания? Ну вы скажете, люди строили. Ну ясно, люди, какие? Скажу, какие. Написано, приходили все мудрые сердцем. И они строили мудрое сердцем. И поэтому, братья и сестры, говоря о нашей жизни духовной и о нашей работе в Церкви, и о создании семьи, нужна мудрость. И о восхищении Церкви, о нашей встрече с Господом. Мудрые вошли, и двери затворились. Друзья, десять дев, я думаю, они все были хорошие люди. И, наверное, они все были возрожденные. Если бы мы говорили о приготовлении к встрече со Христом в Церкви, и они все были возрожденные. Но вошли мудрые. Ну это то, что уже точно по нашей теме. Друзья, схема моих рассуждений будет вот какая. Как приобретать мудрость? Об этом я буду говорить сегодня. Завтра, возможно, я буду говорить чуть о другом. Как приобретать мудрость? Я сразу скажу, друзья, что время мне сказали проповедовать до обеда. Но вы не вздыхайте тяжко. Я буду стараться орать просто. Может, даже чуть раньше закончу. Я не буду прочитывать тексты Писания. Чаще я буду их просто цитировать. Если я не смогу процитировать точно, тогда я буду читать. Но это, наверное, больше для экономии времени. И чтобы мне было легче не листать Библию, когда чуть-чуть ветерок. Итак, братья и сестры, почему мудрость важна, я сказал. Один пример приведу, а потом буду отвечать на вопрос, как мудрость приобретать. Я ушел в армию в 1975 году. В этом же году я покаялся, принял крещение и сразу ушел в армию. Я отказался от присяги. И поэтому меня отправили в строительные войска. Кстати, опять по теме. Все по теме. В строительные войска. Меня обучили работать экскаваторщиком. Дали большущий экскаватор, который весит почти 30 тонн. И я на нем работал. Я работал в Москве. И вот один из объектов, с которым я встретился, это было 26-этажное здание на Сиреневом бульваре. Оно уже было почти законченное в плане строительства. Уже велись отделочные работы. И затем в мою бытность здание дало трещину. Был плохо сделан фундамент, и здание дало трещину. От фундамента до крыши. 26 этажов прочертила линия трещины. И это здание разбирали. Я был один из участников разборки здания, а потом на своем экскаваторе копал котлован, чтобы заложить другой фундамент. И потом будут строить здание. Вот что такое, братья и сестры, мудрость. Ну, в общем-то, наверное, построили. У меня иногда появлялось такое искушение съездить посмотреть на здание, которое закончили уже после меня. Наверное, построили. Но я вот о чем. Когда духовная работа дает трещину, бывает, исправить очень трудно. И мне иногда приходилось бывать в семьях, где трещина. И бывали случаи, когда я уже думал, уже ничем, здесь уже ничем не поможешь. Ничем. Отсюда трудно бывает. Друзья, итак, первая мысль, как приобретать мудрость. В Писании написано два текста Писания. Это притча, 1 глава, 7 стих и Псалом 110. Написано «Начало мудрости, страх Господен». А вообще, эта фраза в Библии встречается больше, чем два раза. Она встречается несколько раз. И всегда с абсолютной точностью. Этим самым еще и еще подтверждается эта истина. Начало мудрости, страх Господен. Братья и сестры, логически объяснить трудно. Потому что люди же бывают богобоязненные, но они не образованные. И бывают очень неопытные. Вот логически, если то... Ну, написано в старцах мудрость. Но это Писание, это не только логика. Человек прожил длинную жизнь, наверное, мудрый. Или человек много учился, получил два образования высших или больше. Ну, наверное, мудрый. Книг много прочитал. Но страх Божий и мудрость. Разве здесь есть что-то общее, братья и сестры? Разве здесь есть что-нибудь общее? Общее есть. Я приведу сначала пример, который сегодня уже дважды упоминался. Этим легче для вас будет. А потом похожий пример, который не упоминался еще. Первый пример, который упоминался, это за Данила и его друзей. Друзья, я у вас хочу спросить. Вы помните, как долго они будут питаться овощами? Кстати, интересно. Вот как действует Бог? Ну, тот Евнух, начальник Евнухов, сомневался. Говорит, если царь увидит, что ваши лица худощавые, значит, он сделает мою голову виновной перед царем. А Данил ему говорит, а ты попробуй 10 дней. Мы будем питаться овощами. 10 дней. Братья и сестры. Ну, я, например, имел бы так уверенность. За 10 дней ничего не изменится. Ну, может быть, чуть-чуть худощавые будут. Точно так. Иногда говорят овощами питаться, не будешь худощавые. Будешь худощавые еще и как. Они питаются 10 дней, и они выглядят лучше, чем другие. Люди, которые ели там ракушки разные, или, наверное, мясо, вот, со специями особыми, которых там притирали, и все. И они выглядели лучше. Ну, и было принято решение, тайне от царя их будут кормить овощами. Как долго, братья и сестры? Три года. Их будут кормить овощами три года. Простите, не кормить, это нехорошее слово. Наверное, они будут питаться овощами. Вот. И через три года был экзамен, братья и сестры. Их проверили, вот, ну, на знание. Собрали всех отроков, которые со стола царского питались, и которые не питались со стола царского. И написано, что Даниил, Сидрах, Мессах и Вденага были в десять раз мудрее всех мудрецов земли Вавилонской. Обратите внимание, не мудрее своих товарищей, с которыми они в плен попали, ровесников. Они были в десять раз мудрее всех мудрецов земли Вавилонской. Друзья, это не книги халдейские. И неприлежание, в смысле учебы, хотя я одобряю прилежание, мы даже изменили, раньше было ученикам беспечным, а мы решили, нехорошо, ученикам прилежным. Братья и сестры, но неприлежание роль сыграло, а страх Божий. Потому что они Бога боялись. А написано, начало мудрости, страх Господен. Поэтому, друзья, надо Бога бояться. Даже в книге Еремии написано так, в 32 главе. «И дам им одно сердце и один путь». Кстати, эта фраза, вот раньше, когда я был еще молодой, ну еще цветных фотографий тогда не было, пригласительные были, обычная черно-белая фотография, и вот этот текст писания пригласительный на брак, часто писали «дам им одно сердце и один путь». А дальше написано, чтобы боялись меня во все дни жизни своей, ко благу своему и ко благу детей своих, после них. Чтобы боялись меня во все дни жизни. Бывает, когда мы сегодня Бога боимся, а завтра нет. А слово Божие говорит, чтобы во все дни жизни. И тогда будет хорошо и тебе, и детям твоим, если ты будешь Бога бояться. А второй пример, друзья, это Иосиф. Иосиф в доме Патифара. Ему было 17 лет. То есть он был примерно ваш ровесник. И, наверное, он испытывал те же искушения, какие испытываем мы. И красивая женщина, и в доме, в котором он работает. И она его день за днем обольщала и искушала. Друзья, однажды Иосиф такое слово скажет, «Я боюсь Бога». Нет, это не здесь, это он скажет позднее. И это была правда. Бывает, когда люди говорят о себе неправду. Я беседую с одним человеком, он на меня смотрит таким взглядом, ну не очень хорошим. Он говорит, «Ты что думаешь, я Бога не боюсь?» А, в общем-то, его надо было наказать за скверную жизнь. Его правильно было бы наказать. И я ему сказал, «Ты знаешь, тебя даже без суда наказать, и ошибки не будет». И все. А он на меня смотрит, «Ты что думаешь, я Бога не боюсь?» Друзья, Иосиф Бога боялся. И он так о себе и сказал. И поэтому в доме Патифара он вышел победителем. И он оказался в тюрьме. И очень долго в тюрьме сидел. Кажется, 13 лет. Он сидел в тюрьме за то, что он занял правильную позицию в доме Патифара. Братья и сестры. И потом, когда он встал перед Фараоном, Фараон словом сказал, «Найдем ли мы в нашей стране человека мудрее, чем Иосиф?» Посмотрите, братья и сестры. Во всей земле Египетской не было человека мудрее Иосифа. Он же в школе совсем не учился. Если Данил с друзьями книги изучали, халдейские или какие-нибудь, то Иосиф в школе совсем не учился. Он, наверное, ни одной книжки не прочитал. Ни одной. Но мудрее его не было во всей земле Египетской. Мудрее Иосифа. И поэтому его Фарон поставил выше всех. Вот так Бог делает. Поэтому, братья и сестры, это очень важно, это очень важно, чтобы мы заботились о том, чтобы бояться Бога. Уже сейчас. Когда вы будете в браке, я скажу, друзья, тогда восполнить потерю молодости трудно будет. Трудно. А благополучный брак, страх Божий, ой, как значение большое имеет. Написано, жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Не миловидна и красивая, а жена, боящаяся Бога. А если с мужем проблемы написано, когда увидит ваше чистое богобоязненное житие, вот как Петр для женщин пишет. За мужа, 127-й псалом написано, блажен муж, Бога боящийся. У него будет семья в порядке, и жена, и дети, и жена, как плодовитая лоза, и сыновья, как мастичные ветви вокруг трапезы. И увидит благоденствие Иерусалима во все дни жизни. Вот так Бог обещает. И поэтому, братья и сестры, это очень важно, чтобы о том, чтобы бояться Бога, мы сейчас об этом заботились. Мы иногда пишем братские листки, иногда какие-то решения совета церквей, нас укоряют, вот в церкви запреты, запреты, надо не запреты, надо кормить хорошо. Ну, в чем-то и справедливо, может быть. Ну, а я вот о чем, братья и сестры, о том, что бывает запрет не срабатывает, потому что слишком легкий доступ к запретным вещам, слишком легкий доступ. Как бы экран зацепил, и уже попал куда-нибудь не туда. И, безусловно, я понимаю, надо людей страху больше учить. И детей, и молодежь. И если, помните, один человек сказал, «А ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности своей». Вы помните, кто так сказал? Тоже за себя сказал. Это Авдий. В дни царя Ахава засуха была. И решили траву искать. Интересные цари были. Царь Ахав говорит своему помощнику Авдии, говорит, ты иди туда, а я пойду туда. Траву для слов искать. Царь пошел искать траву для слов, и Авдий пошел. И Авдий Илью встречает. И за Авдия написано, он был человек весьма богобоязненный. И в беседе с Ильей Авдий ему говорит, «Раб твой богобоязнен от юности своей». Поэтому, братья и сестры, у меня, конечно же, пожелание, чтобы мы заботились о том, чтобы страх Божий иметь. Это есть условие для правильной жизни. Начало мудрости, страх Господен. Друзья, вторая мысль написана в 118-м псалме, 99-й стих. «Я стал разумнее всех учителей моих, потому что размышляю об откровениях твоих». Братья и сестры, это наше отношение к Библии. Не потому, что книг много прочитал, или учителя хороших. «Я стал разумнее всех учителей моих, потому что размышляю об откровениях твоих». Это 99-й стих, 118-го псалма. Но текст я все-таки прочту, который более точно об этом говорит. Это книга «Авторозакония», 4-я глава. 6-й стих, 5-й стих и 6-й. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша». Братья и сестры, это наше отношение к Библии. Ну вот сказал брат передо мной немножко раньше, что имена 12 апостолов. Ну а я подумал про себя, правду говорит или неправду. Нет, я обычно не подвергаю сомнению то, что служители говорят. Но подумал, наверное, правда. Наверное, правда. Ко мне приехали два брата. Оба кандидаты в служителей. Андрей, а у меня во дворе стоит памятник. Памятник моему 60-летию. Мне Андрей, мой брат, он тоже присвитер церкви, младше меня на 16 лет. И он мне звонит. «Скажи мне откровенно, что тебе подарить на 60 лет?» А я ему подумал и говорю, «Андрей, подари мне камень». А на камне, ну большой камень настоящий, а на камне напиши «Авен Езер» и дату поставок. И он нашел камень большой. И вечером в день, мой день рождения, приехали люди, установили камень у меня во дворе, и на нем написано золотыми буквами «Авен Езер». И вот приехали, это недавно, приехали ко мне два брата, и мы общаемся за столом. Выходим, уже темно, ночь, и здесь фонарь во дворе, и «Авен Езер». Они говорят, «Ну надо же как, кто это придумал?» А я спрашиваю у них, говорю, «Авен Езер кто написал?» Они же кандидаты. Я говорю, «Авен Езер кто написал?» Они растерялись. Нет, вообще, простой вопрос. Мне кажется, у меня есть девочка Таня, ей 10 лет, дочка. Наверное, она должна знать. Хотя я не проверял. И они растерялись. Один говорит, «Моисей». Второй думал, говорит, «Иаков». Ну, вы знаете, кто написал «Авен Езер»? Братья и сестры. Ну, если бы они сказали «Самил», я бы спросил, а в каком месте он этот камень поставил? Этот вопрос был бы трудней. Но вы поняли, к чему я, братья и сестры. Написано, «Итак, храните и исполняйте». Хранить это значит, во-первых, запоминать. Я знаю одну сестру, она все время у себя на кухне, тексты писания меняет. Она сама их пишет, пишет красиво, крупно. Вот они висят неделю, две недели, она их потом меняет, потом другие. Она уже пожилая сестра, она старше меня. Она, сколько я ее помню, я ее знаю уже почти 50 лет. Она всегда учит тексты писания, наизусть учит. И так храните и исполняйте. Друзья, я не говорю сейчас о том, что надо каждый день читать, вам это говорят постоянно, и вы это знаете, что утром надо Библию читать, хорошо и вечером тоже. Вот. Надо учить, надо запоминать и надо жить так, как мы учим. Друзья, человек, который забыл, посмотрел в зеркало и забыл, какой он, это тот, кто он знает, но не исполняет. Он забыл, какой он. Человек, который дом построил на камне, это тот, кто знает и соблюдает. Это тот, который построил дом свой на камне. Он сначала выкопал фундамент, до камня докопался и поставил дом на камне. Братья и сестры, от отношения к Библии много зависят. Вот здесь был разговор о том, за что иудеи попали в Вавилон. Ну, за то, что идолам поклонялись. Я не готов, чтобы эту мысль отвергнуть, друзья. Я вам скажу, как это случилось. Был царь, звали его Иоаким. Вы помните, это хороший был человек или плохой? Иоаким. Вот была зима и было холодно, и он сидел в зимнем доме и грелся у камина. А рядом стоял пророк и читал Библию. И когда он прочитывал одну страницу, царь брал нож, отрезал листок и бросал в печь. И таким образом он сжег весь свой свиток. Простите, не свой, который читал пророк. Сжег весь свиток. И пришел царь Вавилонский и осадил и Иерусалим. И взял всех иудеев и отвел их в Вавилон. Вот так было начало Вавилонского пленения. 70 лет страданий. И Даниил и его друзья вот так в Вавилон попали. Царь. Друзья, и второй пример. Это царь, его звали Иосия. Это тот царь, в дни которого Хелкия священник был. Иосия был очень маленьким, когда стал царем. И когда он немножко подрос, первое разумное решение, которое он принял вообще как царь, это было навести порядок в Доме Божьем. И наводили порядок. И нашли в Доме Божьем книгу закона. И пришли к царю и говорят, книгу закона в Доме Божьем нашли. Царь говорит, читайте. И ему читали. И он начал плакать. и он разодрал свои одежды. Он собрал людей. Читать всем. Братья и сестры, во всей стране произошел крупнейший переворот. Люди к Богу обратились. И Дух Святой очень сильно действовал. И было очень большое благоденствие в это время. Вот так Бог благословил. Братья и сестры, так и в жизни нашей, так и в жизни нашей, как много зависит от отношения нашего к Слову. Написано, ибо в этом мудрость ваша тщательно храни и соблюдай. Когда Иисус Навин стал руководителем народа, ему было сказано, да не отходится книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда ты будешь поступать благоразумно. Друзья, я вот о чем. Дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. И поэтому, когда мы читаем Библию, полезно задать вопрос, что мне надо исполнить из прочитанного текста. Друзья, это благословение на всю жизнь. У меня в прошлом году умер мой старый отец. Ему было 93 года. Он был инвалид в войне первой группы. И вы знаете, сколько я помню своего отца, когда я жил еще в родительском доме. Я просыпался, кажется, в любое время я не знал утром отца за другим занятием. Он всегда сидел и читал Библию. Было такое чувство, что он даже не ложился спать. Это 5 часов, 6 часов утра. За окнами всегда темно. Он сидел и читал Библию. И когда он уже был очень старенький, и ему трудно было уже даже думать, ему было уже... И он уже лежал. Любой разговор сводился к Писанию. Любой разговор. Как он радовался, когда менялись календари у него, братские календари на стенке. Вот текст Писания, который на календаре, это на несколько недель он будет рассуждать и все. И вот так жизнь проходила. Братья и селены, поэтому второе условие мудрости написано «Тщательно храни и соблюдай, ибо в этом мудрость ваша». Следующий текст Писания. Книга, притча 11 глава, 2 стих. Там написано так. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудростью». Это смирение, братья и сестры. Написано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». За Валтасара. Почему Валтасар погиб, братья и сестры? Почему погиб Валтасар? Вы знаете, кто такой Валтасар, да? Это тот, который был после Навухода Носора. Написано «Ты не смирил сердце твоего, хотя и знал все это, то, что было с твоим отцом». То, что отец за гордость был сурово наказан Богом за гордость. «И ты не смирил сердце твоего». Братья и сестры, я прочту один текст Писания, вот, «Связь, гордость, смирение и мудрость». Это книга пророка Иезекииля, 28 глава. Я прочту за Люцифера. Текст знакомый будет для вас, но я прочту и мысль выделю. Написано здесь вот как. Простите, я не ту главу открыл. 28 глава. Написано так. Так говорит Господь Бог. «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Друзья, если о мудрости, ты был печать совершенства, полнота мудрости. То есть, мудрее личности во Вселенной, чем Люцифер, не было. Только Бог был мудрее. Ты был полнота мудрости. И ниже я читаю. «От красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Друзья, бывает, когда человек очень благословенный Богом, хороший христианин и возгордился. И возгордился. Все можно все потерять. Написано «От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». И я думаю, что вы могли бы немало примеров в Библии найти, когда человек был очень ярко, положительной личностью, например, как царь Озия. Написано «И слава о нем носилась по всей земле. Не было до него такого, как он». А потом он возгордился и пошел в храм кодить. И покрылся проказой. На пути стал священник Азария и с ним еще группа священника. И не пустили его. И он покрылся проказой и жил в отдельном доме. И так. Братья и сестры, смирение это очень важный фактор. Вы знаете, не очень давно я встретился с одним случаем. Меня попросили помочь в одном деле. Я одному молодому человеку говорю, тебе надо попросить прощения. Он не женат, и молодежь. Тебе надо попросить прощения. Он говорит, не могу и не хочу. Вы знаете, друзья, мне казалось, что я любого могу говорить, смириться и попросить. Ну, так, может, я о себе высоко думаю. Стыдно на фоне моих рассуждений. Мне казалось, я убедить его смогу легко. И я ему говорю, тебе надо попросить прощения. Ты виноват. Нет, и все. Я уже один раз попросил, он легонько один раз попросил, ему не захотели простить. А я ему говорю, слушай, если тебе скажут, три раза попроси, или пять раз, попроси прощения. Я ему даже один случай рассказал, как один дьякон просил прощения в церкви. Не будучи виноватым, он встал перед народом, говорит, простите, братья и святые, что я неправильно сделал, не будучи виноватым. А кто-то с задних рядов кричит, на колени встань, он становится на колени, братья и простите меня, не будучи виноватым. И народ плакать начал. Проблема решилась за несколько минут, давняя болезнь в церкви за несколько минут решилась. И я этому молодому человеку рассказывал, не буду просить прощения, и все. И так по сегодняшней день. Так по сегодняшней день. Братья и сестры, вообще путь смирения, вот, очень легко решаются вопросы на этом пути. Всякие и трудные вопросы. И поэтому Писание говорит, но со смиренными мудрость. Мудрость это благодать. Кстати, братья и сестры, вот в семьях, будут у вас семьи, бывают трудности в отношениях. Мне нравится Авигея, она навстречу Давиду пошла, и когда они встретились, она сошла с осла, и падает ниц на колени, говорит, я виновата, прости грех рабы твоей. И Давид говорит, благословен разум твой, что ты удержала руку мою от крови. Это жена навала. Вот, что такое смирение, братья и сестры. Я читаю следующий текст Писания. Книга притчей, притчей, тринадцатая глава, двадцатый стих. Там написано так, общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Кто дружит с глупыми, развратится. Братья и сестры, это круг наших друзей, с кем мы общаемся. От этого тоже зависит, насколько мы можем быть мудрыми. Общающийся с мудрыми будет мудр. Молодежь это народ общительный. Друзья, и обычно знаете, как бывает? Бывает, вот попал в плохую компанию. Написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Это может относиться не к сфере церковной, это может относиться к сфере учебы в школе, наши друзья, с которыми мы общаемся. Учеба в институте, место, где мы работаем. Иногда это бывает и в церкви. Плохие друзья бывают и в церкви тоже. Обычно человек думает, я на них повлияю, и все станет хорошо. К сожалению, часто бывает обратная ситуация. Друзья, был один человек, звали его Амнон. Это был сын Давида. У него в жизни случилась беда. Он полюбил свою родную сестру Фомарь. Но у него была беда еще больше, чем первая. У него был плохой друг. Его звали Иоаннадав. Написано, он был человек весьма хитрый. Это была вторая беда. Иоаннадав встречает Амнона и говорит, что это ты, сын царев, худеешь с каждым днем. А тот говорит, а я вот сестру Фомарь полюбил. Иоаннадав дает ему коварный совет. И Амнон сделал, как Иоаннадав сказал. И вы знаете, какой был плохой конец у Амнона. Вот что такое плохой друг. Друзья, я иногда родителям говорю, наблюдайте, с кем дружат ваши дети. И молодежи, я часто говорю, надо быть осторожным в плане круга, в котором мы общаемся. Надо быть осторожным. Очень много трагических ситуаций мне приходилось встречать и в жизни церкви тоже. Еще один пример приведу. Это царь Раван. Хороший был человек и разумный человек он был. к нему приходят люди и говорят, облегчи его, который возложил на нас твой отец Соломон. А он говорит, придите через три дня, и я подумаю. Друзья, вообще разумный поступок, очень. Он не стал ответ сразу давать, говорит, придите через три дня, я подумаю. К нему приходят люди через три дня, а он за эти три дня советовался с людьми. Тоже разумно, что он советовался. И одна группа людей ему говорит, сделай так, как люди просят. Если ты будешь с людьми аккуратным и ласковым, они преданными тебе будут. Он советовался с другими людьми, со своими ровесниками, с которыми вырос. Они ему говорят, а ты скажи людям, мой минезинец толще чресл отца моего. Отец мой, я увеличу иго, который возложил на вас мой отец. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду вас наказывать скорпионами. И Равам послушал совет друзей. И когда народ услышал ответ Равама, кто-то крикнул, по шатрам Израиль, нет нам части в Давиде сыне Иесеевом, и отделилось десять с половиной колен. Братья и сестры, разделение в стране произошло, потому что круг друзей у Равама был плохой. Друзья были плохие. И вот такой был результат. Друзья, в Библии есть один текст интересный, но я чуть предисловие. Как-то мне моя жена говорит, слушай, Коля, у тебя постоянно тупые ножи. Ну, в общем-то, это не у меня, у нее они тупые. Но я не такой зловредный, чтобы так говорить. Вообще, как мне кажется, что мне кажется, ножи достаточно острые. Просто у женщин запросы бывают выше, чем у мужчин. Она мне говорит, ты ножи не так точишь. Неправильно точишь. Она любит точить так. Купила вертушку такую, включает кнопку там крутится, она загубит нож сразу за несколько секунд. А я точу так, нож об нож точу. Вот возьму два ножа и все. А я ей говорю, ну, схитрил чуть-чуть, наверное. Я ей говорю, а Библия нас учит жить по Писанию. А вот ты неправильно, ты кощунствуешь, ты Библию вот не туда привязываешь. А я говорю, сейчас я прочту. Открываю Библию, написано, железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего. Братья и сестры, я не про жену, жена у меня хорошая. А я вот о чем, железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего. Этим я хочу подчеркнуть, Писание подчеркивает важность, кто наши друзья. Общающийся с мудрыми будет мудр. Следующий текст Писания, братья и сестры, Псалом 89, написано, дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80, и самое лучшая пора их труд и болезнь, его проходят быстро, и мы летим. И немножко ниже, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Друзья, не очень понятное слово счислять дни наши. Я понимаю больше так, это анализ пройденного пути, то есть контролировать, как мы живем и куда мы идем. В нашей жизни бывают юбилеи. Ну, например, у нас принято так, круглые даты дни рождения. В нашей семье мы празднуем 50 лет, 60 лет. С женой мы отпраздновали 20 лет жизни, 30 лет жизни, 35 лет жизни. И наши дети нам дарят подарки, дарят обычно картину, хорошие картины дарят, настоящие. Они знают мою слабость в этом вопросе. И потом у меня много картин. И все картины юбилейные. Юбилейные. И вы знаете, друзья, и вот мы собирались 60 лет, и я стараюсь посмотреть на прожитую жизнь и вспомнить ошибки, которые я допускал. Я даже детям сказал. Дети, если вы видите, какие мы с мамой допускали ошибки, вы нам скажите, чтобы нам эти ошибки не повторять. И бывает, они нам говорят, правду говорят. И хорошо, если мы способны, чтобы работать над собой, чтобы не совершать повторных ошибок. И следить за направлением пути, как мы живем и как мы идем. Написано, остановитесь на путях ваших и рассмотрите. И расспросите о путях древних. Где путь добрый, идите по нему. И еще написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а конец их путь к смерти. Друзья, мы сегодня рассуждаем о хорошем конце, чтобы нам быть готовыми, когда наша жизнь закончится, или к тому дню, когда Бог нас позовет. Но мы должны смотреть, какой путь, на котором мы стоим сейчас. Он должен перемой, он должен быть узким. Эти мысли я когда-то в этой же палатке говорил, когда мы праздновали, я не помню, наверное, юбилей 50 лет или раньше, юбилей братства. То есть, братья и сестры, мы должны лично каждый наблюдать за путем, которым мы идем. Я помню, как-то мы ехали на машине из города Тбилиси в Краснодар. Обычно мы ездили через Владикавказ, через Кавказский хребет по военно-грузинской дороге и сюда на Краснодар. А это мы поехали через Абхазию. Это еще было до войны. Дорога была открыта. И я, и Петр Костиченко, мы вдвоем, он здесь у вас бывал, наверное, вы его знаете. А он шофер такой. Один раз проедет и запоминает дорогу один раз. Вот Яша наш шофер, вот по-моему мы Павла Ситковского каждый раз ищем, каждый раз ищем. хуже, я еще хуже. Запоминаю, двадцать раз проеду и не запомню. И вы знаете, и вот мы едем и ночь наступила. И Петр начинает дремать. Смотрю, машина виляет, виляет. Вот. И я говорю, Петр, давай я за руль сяду. Я сел за руль. И еду, а он сразу заснул. А у меня такое чувство, что я неправильно еду. Нет, не в смысле я замечаю, я же вам сказал, что я такой плохой, замечательный человек. Плохо замечательный. А у меня такое чувство, что неправильно еду. Я бужу Петра. Говорю, Петр, правильно едем? Он просыпается и так с просунка пальцем прямо. И мы едем прямо. Проходит еще тридцать минут, час. Я бужу, Петр, правильно едем? Он проснулся. Правильно едем. А я смотрю, название населенных пунктов незнакомое. И вдруг гаишники, шлагбаумом перекрыта дорога, нас останавливают гаишники. И раз окружают решительно, дверь открывают, выходите с машины. Оказывается, это не гаишники, а мы приехали к турецкой границе, пограничники. Мы вообще не в ту сторону ехали. Нас арестовали, поснимали с нас ремни, шнурки. Ну, кое-кто знает зачем. А потом нас через время отпустили. А вообще, братья и сестры, интересно. Я никогда по этой дороге не ездил. С тех пор прошло 20 лет, помню до сих пор. И рассказывал не первый раз уже. Братья и сестры, но если дорога жизни неправильна и пришел не туда, куда хотел, а так будет. Я недавно с одной девочкой беседовал. И она дочь верующих родителей. Живет совсем неправильно. Я спрашиваю, ну ты в Бога веришь? Да, верю. Ты веришь, что есть ад и есть рай? Да, верю. Но так же, как ты живешь, ты же попадешь в ад, который никогда не кончится. Я даже, я говорю, легче было бы, если бы пройдет тысячу лет и жители ада отпустят. Но пройдет миллион лет и никогда, никогда муки не прекратятся. Братья и сестры, Писание говорит, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И последняя мысль. Яков, первая глава, написано, «У кого из вас не достоят мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и безупреков, и дастся Ему». Одна поэтесса написала, «Мы у Бога о многом просим». И это правда, братья и сестры. Мы с вами молимся несколько раз в день. И мы просим, и просим, и просим. Мне кажется, мудрость – это наименее часто просьба, звучащая в наших молитвах. Потому что человек, кто не имеет мудрости, часто не осознает свою проблему. И поэтому не просит. Мне нравится Соломон. Бог Соломона сказал, «Соломон, проси, что дать тебе? Все, что хочешь». И Бог не сказал, «Проси что-нибудь одно. Проси все, что хочешь». И Соломон сказал, «Господи, мудрости мне дай, чтобы я умел управлять этим многочисленным народом». Хотя, братья и сестры, мне кажется, он был достаточно мудрый человек. Достаточно мудрый. И он у Бога мудрость попросил. И Бог ему дал. Один человек молился так, «Господи, мы не знаем, что делать, но к тебе очень наши». Поэтому, братья и сестры, мы молимся, у Бога надо мудрость просить, потому что это чрезвычайно важно. И в нашей теме, знаете, как написано? Написано, «Сердце мудрого знает время и устав». Нам сегодня братья проповедуют о признаках последнего времени. «Сердце мудрого знает время и устав». И поэтому, если мудрости не достает, допросит у Бога. И написано, дастся ему, дастся ему. У меня были ситуации, друзья, когда я не знал, как поступить. Решение надо было принимать сейчас. И я не знал, какое решение. И я молился. И мне кажется, всегда Бог давал ответ, как поступить. И когда я поступал, как Бог говорил, всегда было хорошо. Всегда было хорошо. Друзья, я свою проповедь закончил. Написано, «Главное – мудрость. И мудростью устрояется дом и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Друзья, будет конец. Написано, пришли неразумные девы и начали стучать в закрытую дверь и говорить, «Господи, Господи, отвори нам». И они услышали ответ, «Не знаю вас, откуда вы? Не знаю, откуда вы». Я буквально две недели опоздал на самолет, братья и сестры. Я расскажу, как это было. У меня опоздание на самолет, наверное, в жизни два случая. Один был 30 лет назад, а второй, вот я две недели назад опоздал на самолет. Было общение большое, больше, чем здесь людей было. А после общения с одним я побеседовал, потом с другим, потом с третьим, над кем-то помолился с помазанием, потом еще над двумя, потом кто-то попросил над ребенком помолиться. Нет, я на время смотрел. У меня дорога в аэропорт 4 часа, и у меня был запас 6 часов. И я, вы знаете, наверное, чуть-чуть небрежно. И потом уже вижу, все, надо ехать. А было воскресенье. Мне говорят, дорога пустая, мы пролетим быстрее, чем за 3 часа доедем. И мы сели на машину и едем. И пробка. Я не буду подробно, братья и сестры, длина пробки 60 километров. Мы братья такие шустрые, нарушители страшные. Украинцы, это на Украине было. Они по левой обочине, они по левой обочине проехали 60 километров. Когда встречался транк, левая обочина, дождь и левая обочина, и пробка справа. И вы знаете, друзья, мы ехали 6 часов, и я опоздал на 10 минут. На 10 минут. И я просил, и я просил, кажется, можно было еще меня одного отвезти туда. Я опоздал на 10 минут на регистрацию. Мне не можем, не можем. И вы знаете, и самолет улетел без меня. И мне сказали, следующий рейс через сутки. Этот же рейс завтра ночью. Все. И никаких вопросов. Вот так бывает. Но не беда, братья и сестры. Я изучал новые места, интересно, там, где я не был, все, можно теперь знать и рассказать. Но будут те, которые будут стучать и говорить, Господи, отвори нам, не знаю вас, откуда вы. Нам пришло время помолиться, братья и сестры, уже время без 7 минут. Пусть Бог благословит, чтобы мы были мудрыми, и чтобы мы вошли в открытую дверь.